В Твери собрались два десятка студентов и ординаторов из разных городов России, а также из Белоруссии, Армении и Даджикистана. На специальной олимпиаде они соревнуются в диагностике, лечении и профилактике заболеваний парадонта – комплекса тканей окружающих зуб. Все участники прошли сложный дистанционный отбор. На самой олимпиаде они сдают теорию и решают практические задачи. На симуляторах применяют навыки чистки зубов от налета, а операции проводят на так называемых биофантомах, чтобы было больше похоже на реальность. Мы используем в основном симуляторы, в других кабинетах они у нас стоят. Это искусственная голова с челюстью, с зубами с искусственными, где можно тоже все симулировать, свои действия так же, как и на больном. А здесь, для того, чтобы можно было приблизить к реальным условиям, мы используем вот такие головы животных. Пациентами будущих стоматологов стали головы свиней. Как ни странно, эти животные во многом схожи с человеком в том, что касается внутренних органов, кровеносной системы, а также строения челюсти и особенностей зубов. Хотя такие пациенты молчаливы и не сопротивляются, обращаться с ними нелегко, признаются конкурсанты. Учитывая то, что мы все это, как правило, делаем только на фантомах, на биофантомах мы, как правило, не работаем, на самом деле было сложно все. Да, вплоть от разрезов, от начала процедуры до наложения швов. Наложение швов было ужасно тяжелым, потому что иголка никак не проходила по слизистой надкосничной лоскута. Тяжело в учении, зато легче будет с настоящими пациентами. Это понимают все, ведь участники Олимпиады, будучи врачи, по-настоящему увлеченные своей профессией. Ну, так как я парадонтолог, и мне очень интересно получить новые знания и пообщаться с ребятами из других регионов, посмотреть вообще, на каком уровне других регионов парадонтология, чем занимаются, и поделиться со своими, у кого-то взять еще. Вот, поэтому было предложение, не согласилась будет. Олимпиада – одно из мероприятий первого всероссийского парадонтологического конвента, проводимого Тверским медуниверситетом. Его участниками стали не только будущие врачи, но и их опытные старшие коллеги, которые соберутся на круглый стол и научно-практическую конференцию. А самих студентов, помимо Олимпиады, ждет и конкурс на лучшую улыбку. Фотографии для него участники отправляли заранее. Парадонтоз и парадонтит – распространенные заболевания, которые в конечном счете приводят к тому, что зубы становятся подвижными. Если раньше это был фактический приговор и заканчивалось все удалением, то современная медицина позволяет вылечить и сохранить пораженный зуб. Мы в нашем университете, на нашем факультете и на нашей кафедре в том числе стараемся разрабатывать зубосохраняющие технологии. Это не только профилактика, которой надо заниматься, но это еще и современные методы лечения, включая нанотехнологии, включая современную аппаратуру. Познакомиться с новейшими технологиями участники Олимпиады смогли на практике, наблюдая за операцией, которую проводят опытные врачи. Фиброматоз, десен удаляли с помощью специального лазера. Но даже самые современные технологии помогут только тогда, когда усилия прилагает не только врач, но и пациент. Напомнить людям о необходимости ухаживать за зубами и о важности профилактики заболеваний полости рта – еще одна важная задача форума. Тем более, что ситуация в последние годы изменилась не в лучшую сторону, отмечают врачи. Вот если говорить о взрослом поколении, они, конечно, что они озабочены больше состоянием по своей полости рта, это 100%. Но при этом озабоченность не выливается в действие. Я знаю, что у меня не все хорошо, но при этом я не иду к стоматологу. Еще сложнее обстоит дело в детской стоматологии, особенно школьной. Но при этом уже появились госпрограммы поддержки. Поэтому, как говорят преподаватели-стоматологи, не все потеряно. Катерина Рыжова, Антон Шишкин, ТВ Тверь.